Сегодня, 7 октября, президенту Путину исполняется 70 лет, и в эту большую круглую дату, в этот юбилей в нашей стране не будет ликования. Скорее, чувство усталости, обиды и злости. 22 года на посту президента, и за это время образ навязанной государственной пропаганды деформировался под давлением общественного негодования и объективных факторов. Из спортзала в дюдо в подземный бункер, из борца с террористами в торжество олигархов и чиновников. Общественное бытие сформировало то, что власть так долго и усердно пыталась спрятать. Россия за годы правления президента Путина смогла достичь самых страшных, чудовищных результатов, и самое основное это лидерство на планете Земля по убыли населения и лидерство по темпам роста смертности. Россия сокращается на 1 миллион граждан в год, и это еще не предел. Для такой огромной территории, как Российская Федерация, это самая чудовищная трагедия. В 2009 году тогдашний главный санитарный врач России господин Онищенко сделал следующее заявление в своем докладе. Реальное душевое потребление алкоголя с учетом оборота спиртосодержащей продукции, в том числе парфюмерно-косметической продукции, в том числе товаров бытовой химии и других товаров в России на душу населения составляет 18 литров чистого спирта в год. Что является страшным, разрушительным итогом правления и руководства действующей власти. От потребления алкоголя в России ежегодно умирает около 100 тысяч человек. Помимо этого у нас рекорды на планете Земля по смертности от туберкулеза, болезни которой 30 лет назад была почти побеждена. Мы лидируем в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, по темпам заболевания ВИЧ и других неизлечимых болезней. Но самое основное это нищета российских граждан. Доходы, реально располагаемые доходы нашего населения снижаются системно 8 лет подряд. В результате Россия вымирает. Но помимо всего прочего мы занимаем первое место в Европе и второе место на планете Земля по миграции на территорию Российской Федерации. Коренное население умирает и на их место власть завозит мигрантов, которые не умеют говорить на нашем языке, не будут организовывать профсоюзное движение, не будут возмущаться на выборах, потому что русского языка не знает. Вот итоги той политики, которую проводит на протяжении последних 20 лет российская власть. Помимо этого они провалили абсолютно все реформы. Ни одна реформа, которую озвучила власть, не достигла положительных результатов, которые нам обещали. Обещали.